Привет, дорогие друзья! С вами снова Дугмама Аня и мои собаки София и Эйвана, они внизу. И сегодня, как мы и обещали, видео на тему, что нужно купить для щенка. Сегодня мы будем совершать покупки для щенка на примере сайта zoogoods.ru. Видео будет очень длинным, но зато информативным. Я прямо с вами в этом видео пойду на сайт Zoogoods и буду выбирать для щенка то, что я бы купила сама. Есть собаки мелких, средних и крупных пород, и щенки у них тоже разные. Мы для примера возьмем щенка средней породы, но по ходу видео я буду делать какие-то комментарии по размерам и товарам. Смотрите это видео до конца, потому что там я расскажу кое-что интересное и кое о чем вас спрошу. Ну что ж, поехали! Я сейчас открываю сайт zoogoods.ru, вы видите его на своем экране. Что же нужно для щенка? Сразу идем в товары для собак и открываем аксессуары, потому что нам нужно выбрать миску. Керамические меламиновые пластиковые металлические миски, бутылки дорожные, подставки с мисками, стойки с мисками. Вот так выглядят стойки, вот так выглядят поставочки. Нужно ли поднимать миску на специальную подставку, зависит от породы. Это обязательный момент, который нужно уточнить у заводчика. Например, покупая чао-чао или лаборатора, вам скорее всего скажут купить миски со стойкой. А вот для чихуахуа вам вряд ли порекомендуют подставку, поэтому изучайте породу, задавайте больше вопросов своим заводчикам и решайте. Предположим, что в нашем случае стойка нам не нужна. Керамическую миску можно купить, но она может разбиться и навредить щенку. Тут вы уже смотрите сами по себе, хотите вы такую миску или нет. Меламиновые миски, это миски похожие на пластик. Тоже здесь уже зависит от вас. Вот, как вы видите, можно и за 250 примерно нужного объема миску взять. Про пластик я вообще уже молчу. Дешевый пластик, он не безопасен для здоровья собаки. Есть, конечно, безопасный пластик. Вот мы видим, что за всего лишь 115 рублей можно купить обычную пластиковую миску. Если бы выбирала я, я бы взяла металлическую миску. Металлическая миска ничего в себя не впитывает, она не бьется. В общем, она прослужит очень долго. Но у металлических мисок есть небольшой минус. Они гремят и они очень легкие, поэтому ездят по полу. Поэтому неплохо было бы, чтобы миска была на резиновой основе. Они не ездят по полу и очень устойчивые. Пока щенок мал, лучше использовать небольшие миски. Когда щенок подрастет, можно ему купить миску побольше. Объем может быть примерно 250 миллилитров, как вот здесь. Здесь это стандартный стакан, этого достаточно для щенка. Конечно, вы можете взять миску сразу и подороже, если вам позволяет бюджет. Я выбираю вот такие вот комоновские металлические, не скользящие, не проливайки цветные для собак. 250 миллилитров. Я беру две таких миски для воды и для еды. Поехали дальше. Нам нужно во вторую очередь выбрать место. Здесь мы видим, у нас предлагаются подстилки, я открою, и лежаки. Вообще, с первых же дней нужно приучать щенка к личному месту, чтобы у него было личное пространство, он знал свое место в доме. Мы взяли, в пример, щеночка средней породы. Выберем для него бюджетную лежанку на время детства. Потому что, скорее всего, вы будете менять этот домик. Этот вариант нам не подходит. Такие подстилки мне тоже неинтересны. Она обязательно должна быть мягкая, тепленькая, не плоская и не слишком высокая. Российского производства подстилки-подушечки. Для щеночка мелкой породы лучше, конечно, выбрать что-то такое, чтобы не было высоких слишком бортов. Вот выбор подстилок для мелких щенков очень широкий. Для больших тоже, в принципе, можно взять такую подстилку. Вот вы видите вот такие разные домики. Лежаки производства Германии. Самый дешевый лежак 2,260. Лежаки итальянского производства. Есть здесь пластиковые такие, в которые можно положить одеялко и будет, в принципе, комфортно. И есть выход, вот этот вот удобный выход из домика. Есть вот такие лежачки. 1270, это хэбэ ткань, 44 на 40 на 16 сантиметров. В принципе, размер нас устраивает. Подлежит машинной стирке, производитель Италия. Мне понравился этот лежачок. Вот, смотрите, домик с бортами. Для щенят мелких пород домик с бортами может оказаться опасным. Если щенок малюсенький, например, Чихуа, он попытается вылезти из домика с бортами 20 сантиметров в высоту, он реально может упасть и повредить себе что-нибудь. Здесь достаточно высокие борта. Я сразу вижу по маленьким картинкам, поэтому не рассматриваю эти варианты. Просто здесь бортики, если высокие, то они мягкие. Еще одно производство Россия Дези. Здесь бортики больше предусмотрены под выход щенка из домика, но минимальная цена 2460. Милый домик, но он, к сожалению, я уже по картинке вижу, что он светлый. Этот вариант меня не устроит, потому что я бы выбирала материал и цвет менее пачкающийся. Вот здесь есть вариант за 1200. 1200, коричневый, в принципе, здесь хорошая ткань, подходящий нам размер, лежанка из мехов, дополнитель холофайбер, отлично стирается в машинке. Ну вот, стоит 1200. У Рокса начальная цена 2710. Я тоже не рассматриваю, только потому что, скорее всего, для щенка мы будем домик менять. Если вы берете для мелкой собаки, можете, конечно, выбрать что-то подороже, потому что мелким собакам можно жить с детства и до старости в одном домике. Мне понравился вот этот вариант. Он, в принципе, очень бюджетный, 1200 рублей, явно не пачкливый материал, подходящий нам размер. Я кладу в корзину вот этот домик. Мы уже обеспечили щенка каким-то определенным набором, поехали выбирать ошейник. Даже если вы пока не планируете выходить щенком из дома на время прохождения вакцинации, то приучать щенка к поводку и ошейнику лучше вообще с самых первых дней. Здесь есть ошейники и шлейки. Я бы не рекомендовала покупать шлейку на время формирования суставов и скелета собачки, потому что очень многие специалисты говорят, что шлейка формирует неправильную постановку передних лапок и, как следствие, их близкий поставок. А в дальнейшем, когда собака уже повзрослеет, можно носить попеременно, поэтому я бы сейчас не рассматривала никакие шлейки, а сразу бы выбирала ошейник. Кожа это высокая, достаточно ценовая категория, но если у вас есть такая возможность, пожалуйста, я бы не брала кожный ошейник для щеночка, потому что все равно ошейник я поменяю. Искусственную кожу, всякие другие бархат, велевет я не рассматриваю, такие варианты, потому что я их не люблю. Светящиеся ошейники сейчас входят в моду, но мы рассматривать их не будем. Наша цель бюджетный вариант, чтобы приучить щеночка к ошейнику и гулять на первое время, поэтому я иду и выбираю нейлон или ткань. Они легко стираются, быстро сохнут, не разваливаются, вообще прослужить может очень долго. Еще хороший момент, что у них часто существует возможность регулировать обхват шеи. У маленьких собачек обхват шеи в среднем от 13 до 30 сантиметров, у средних от 30 до 45, и у больших от 45 до 75, тут уже нужно руководствоваться размером собаки и породой. Мы берем для щеночка средней собаки, поэтому нам подходит обхват шеи 28-46. Для щенков средних пород цвет голубой, в принципе приличный, хороший ошейник. Ширина полотна 16 миллиметров, отлично. Цена 290 рублей. Есть, конечно, и более дорогие варианты, можно тут смотреть, выбирать. Достаточно большой выбор, я не буду сейчас рассматривать все товары, ведь у нас не обзор, а мы собираем щенка. Поэтому я добавляю в корзину. Теперь нам нужно выбрать поводок. Смотрите, здесь у нас есть два варианта, рулетка или поводок. По мне это вообще две принципиально разные вещи. Многие покупают рулетку вместо поводка или поводок вместо рулетки. Для меня разница и суть такова. Рулетка нужна как можно более длинная для того, чтобы дать собаке свободный выгул без ощущения, что она на поводке. А таким образом вы все равно можете контролировать процесс. А поводок, как мне кажется, нужен наоборот короткий, чтобы собака умела ходить на поводке, училась как бы ходить рядом с хозяином. Поэтому тут уже зависит от вас. Я бы выбрала и то, и другое. Как мы видим, рулетки у нас делятся на трос и ленту. Многие собаководы говорят, что трос более удобен, потому что он никогда не запутывается внутри рулетки и вообще. Вот так вот выглядит трос. Вот так выглядит лента. И другие говорят, что лента менее опасна в плане, если собака запутается или ваша рука запутается или нога. Мы пользовались и тем, и другим вариантом. И разницы особой, если честно, я не заметила. Поэтому я буду выбирать то, что подходит нам по бюджету. Так как у нас щеночек средней породы, я взяла бы длину 3,5 метров. И для маленьких так же. А вот для крупных я бы уже брала 8 метров. Опять же, нужно учитывать обязательно вес у собаки. У мелких вес в среднем от 1,5 до 10 килограмм. У средних от 12 до 25 килограмм. А у крупных и очень крупных от 25 килограмм. И далее. Вот как вы видите, в рулетках чаще всего пишут, до какого веса эта рулетка подходит. Так как у нас щенок средней породы, нам нужно от 12 до 25. Рулетка с тросом до 20 килограмм. 5 метров. Отлично, подходит нам. И цена у нее, в принципе, хорошая. Производство Германия. Я взяла ту стандартную рулетку черного цвета. И она меня, в принципе, устраивает. Конечно, вы можете выбирать уже по цветам, по коллекции, по модели и по всему остальному. А поводок, наоборот, чтобы учиться ходить рядом. Посмотрим поводки. Кожу я бы не брала. Я вообще, в принципе, не очень люблю кожные поводки. Вы, конечно же, можете выбрать на свое усмотрение какой-то кожаный поводок. Здесь выбор достаточно большой. Искусственную кожу я даже для себя не рассматриваю. Я сразу иду в нейлон. Легко стирается, быстро сохнет, как и ошейник. И, опять же, длина и размер поводка зависят от породы. В основном все поводки, как мы видим, 1,8 метров. Есть еще 1,4 метра. Вот мы видим 1,2. Наверное, я все-таки возьму для щенка средней породы 1,8. Это, как тут написано, поводок для щенков средних пород. Если бы я выбирала для Чихуахо, я бы взяла минимальную ширину, то есть 12 миллиметров ширина полотна и длину 1,2. Если бы я выбирала для крупной породы, соответственно, наоборот, еще больше. Вот этот поводок нам, в принципе, подходит для щенков средних пород. Цвет голубой. Фирма Рокс. Тоже хорошо. Ширина полотна 16 миллиметров. Длина 1,8. Отличный поводок. Кладем его в корзину. Пеленки. Для начала, для приучения щенка к туалету, я бы использовала специальные пеленки. Конечно, можно обойтись без них при помощи тряпочек, газеток. Но мне кажется, этот вариант более гигиеничным и более удобным. Просто приучая собаку ходить на ту же тряпочку, у нее может отложиться, что ходить можно на любую тряпочку. И тряпочка это туалет. Тогда в какой-нибудь ситуации она может сходить и на пледик, и на полотенчик. Ну и со временем вы начнете уже приучаться к улице, так что пеленки вам будут не нужны. Разные пеленки. Также есть многоразовые пеленки. Вот так вот они выглядят. Я для себя не рассматриваю многоразовые пеленки вообще. Если бы я выбирала пеленки для щенка, я бы не купила многоразовые, потому что я не хочу стирать подписанные и обкаканные пеленки. Здесь есть на сайте различные подставки под туалеты. Вот такие вот стандартные подставки, не очень большие. Но вот эти пластиковые подставки под туалет зависят на самом деле от ваших желаний и возможностей. Я предпочитаю постелить пеленку на балкон, если тепло, или в туалет. Стать собакам сходить и сразу же эту пеленку выбросить. Я бы не покупала пластиковую подставку. Я бы скорее приучила его ходить в туалет на пеленку, а потом бы приучала его к улице. Пеленки, как вы видите, бывают самых разных фирм. Они продаются вот в таких вот больших упаковках. На самом деле, сколько бы марок мы не перепробовали, суть у всех одна. Да, они могут быть толще или тоньше, с рисунками, без рисунков. Но особой разницы, если честно, я для себя не увидела. Оптимальный размер для пеленки, как я считаю, 60 на 40. Для любого щеночка этот размер подойдет. Главное, чтобы была приемлемая цена. Выбор довольно большой. Сравнить кажется довольно сложно, но нет. Я вот сделала сравнение. Пеленки размера 60 на 40. Разное количество штук. Я беру количество пеленок и цену. Сейвик Папи Тренер Лардж 2250 рублей. Делим на 50 пеленок. И получается, что одна пеленка стоит 45 рублей. Пеленки Аут, довольно известная марка. Делю цену 910 рублей на 30 штук. И мы видим, что цена одной пеленки 30 рублей. Люксановские пеленки. 455 рублей делю на 15. Получается цена тоже 30 рублей. И беру добразверики. 690 рублей делю на 30 штук. И получается цена 23 рубля. Значит, цена 690 за количество 30 штук вполне хорошая. Я их кладу в корзину. Кстати, да. Я брала бы сразу количество пеленок побольше. Чем больше пеленок, тем лучше. Главное, чтобы цена вас устраивала. Ну, а так, выбор, конечно, большой. Вы можете купить себе люксановские, а не зарекомендовали себя как хорошая марка. Или какие-то другие, например. А вот все зависит от ваших желаний, возможностей. Как Терез. Вот нам выдает кусачки и гильотина. Специалисты везде пишут, что гильотина более безопасная. Но мы стригли и гильотинами, и кусачками. Поэтому я тоже, как и в пеленках, особой разницы не заметила. Мне нравится и тот, и тот вариант. Размер как Тереза также зависит от породы и размеров собаки. Лучше уточнить у заводчика, какой размер вам подойдет для вашей породы. Чаще всего владельцы берут как Терез один раз навсегда. Поэтому лучше всего выбрать качественный и хороший, подходящий под ваш размер как Терез. Мы пользуемся сейчас кусачками. Вот такими вот стандартными простыми кусачками. Кусачки отличаются от гильотины самой формой. Я выбираю вот такую вот, качественную, с пластиковыми ручками, хорошую гильотинку. 14 сантиметров. Кладу ее в корзину. В принципе, 450 рублей это хорошая цена для такого товара. Также, как вы видите, здесь есть специальные ножницы с закругленными концами. Для выстригания шерсти на трудных участках. Сейчас я бы для щенка это не брала. Впоследствии на это понадобится. Коктерез просто нужен для того, чтобы щенка сразу приучить стричь когти. Чтобы когда он вырастет, вы с ним не мучились. Многие подпиливают когти собакам. Мы из Эйвену и Софи когти никогда не пилили. Идем в шампуни, бальзамы, кондиционеры и спреи. Что нам нужно на самом деле? В самом начале нужно купить шампунь для собак. Мыть щеночка вы будете не так часто. В случае только если он вообще там испачкался весь в грязи, тогда действительно нужно. Шампуни, они все концентрированные. И, скорее всего, вы будете его разбавлять. Если вы покупаете большую упаковку, ее вам хватит на очень долго. На собаку вы не тратите столько шампуня, сколько вы тратите на себя. Поэтому, когда вы видите большую упаковку и боитесь, что вот эти пол-литра истратятся очень быстро, на самом деле это не так, потому что они концентрированные, и вы все равно их будете разбавлять. Вы не будете часто мыть собаку. Скорее всего, то, что вы купите сейчас, вам хватит на очень долго. Поэтому в этом моменте лучше не жалейте денег и купите качественную косметику. В данном случае можно выбрать шампунь какой-то специальный для щенков. Нам нужен просто шампунь, что если щенок испачкается где-то или что-то с ним случится, его нужно помыть. Поэтому я бы выбрала самый простой шампунь для щенков. Но я бы выбрала на самом деле профессиональную косметику из Инвернар, потому что я ими пользовалась, у меня есть хороший опыт, связанный с ними. Не смотрела бы ничего другого, а сразу бы пошла в шампуни для щенков. Вот здесь есть 250 мл, есть литр, есть 5 литров. Я бы взяла, наверное, все-таки 250 мл. Это небольшая баночка, но, скорее всего, у вас не будет возможности просто так часто мыть щенка, как я уже говорила. 700 рублей за 250 мл для Ивсен Бернара. Это хороший вариант, поэтому я беру Ивсен Бернар, чтобы мыть своего щеночка. Можете изучить каждую марку. Если у вас есть денежные возможности, вы можете выбрать и самый дорогой шампунь, самый лучший вообще для своей собаки. Вам, конечно же, понадобится полотенце. Вы можете выбрать специальное полотенце, они на сайте тоже есть. Ну, а можете взять какое-то любое свое полотенце, которое вам не нужно. Инструменты для ухода за шерстью нужно подбирать подходящий тип у шерсти. Это зависит от породы. Например, тот же самый фурминатор может пригодиться и для чихуахуа, но он необходим, например, лабрадорам. Для шпицов, конечно же, необходимо будет пуходерка. Для короткошерстных и гладкошерстных собак, например, такие как Эвен, достаточно и просто вот такой вот массажной щеточки. Вам нужно здесь смотреть по породе. Существует очень много различных средств для ухода за шерстью. Машинки для стрижки, колтунорезы, тримминги, фурминаторы, щетки, щетки, пуходерки, специальные массажные рукавицы. Что вам скажет заводчик, что вы прочитаете про свою породу? Те средства для ухода за шерстью нужно выбирать. Давайте предположим, что у нас собачка гладкошерстная, простая. Я взяла бы вот такую вот щетку с натуральной щетиной. Натурально это всегда хорошо. Что бы я для щеночка еще купила? Это игрушки. Игрушки очень важны для нормального развития щенка. Кстати, запомните, детские игрушки для людей не рассчитаны на разгрызание, а потому они могут быть очень опасны для щенка. Щенок может подавиться или проглотить какую-то часть этой игрушки. Поэтому лучше, конечно же, купить специальные. Игрушки надо выбирать по размеру своего щенка. Слишком большая игрушка не заинтересует щеночка, например, мелкой породы, а маленькая игрушечка может быть опасной для очень крупной породы, но ее просто проглотит. Оптимальным набором для щеночка, я считаю, какой-нибудь мячик. И желательно из литой резины, чтобы бегать за ним, грызть его. Какая-нибудь игрушка, например, косточка там из латекса, то есть просто какая-нибудь игрушка для веселья, для тренировки зубов. Я вижу уже здесь самые разные массажные игрушки, массажные косточки, какой-нибудь веревочный канатик. Канатики можно грызть, чтобы развивать челюсть. Когда будут меняться зубки, они будут, десны будут чесаться, но канатикам, пока еще щенок очень маленький, нельзя играть в перетягивание. Вообще нельзя ничего тянуть, вырывать у щенка из пасти, именно чтобы он держался, а вы тянете. Потому что зубы у щеночка стоят еще не очень крепко, не очень устойчиво, и из-за этого может измениться прикус. Вы можете просто его испортить. Выбор очень большой. Вот я сразу, мой взгляд падает на вот такую вот массажную гантельку с ароматом зеленого яблока для собак средних и мелких пород. Также цены очень разные. Вот я открыла вот эту игрушку. Она, в принципе, подходит по размеру. Это Италия. И она с пищалкой. Можно взять ее. Конечно, вы на свое усмотрение можете брать сколько хотите игрушек. Из игрушек я бы взяла еще какой-нибудь мячик. Здесь тоже зависит уже от возможностей ценовых. Давайте положим самый простой мячик. Здесь есть также интерактивные игрушки. В игрушек очень большой выбор. Нужно выбирать на свое усмотрение. Не стоит, кстати, выкладывать все игрушки сразу. Выдавать лучше по одной или две игрушки, чтобы щенок не заскучал. Выдали две игрушки. Две старые спрятали, поменяли. Подождали какое-то время. Время снова выдали старые, эти убрали. Тогда он не потеряет к ним интерес. Не нужно для этого иметь очень много игрушек. Помните, что игрушки все-таки убиваются. Собака вырастает, их нужно будет менять. Обязательно в стартовый набор для щеночка берите зубную щетку и зубную пасту. Щенка нужно приучать чистить зубки с самого детства. Позаботьтесь обязательно об обработке от блока клещей. Если щенок уже гуляет на улице, обязательно купите капли. Обязательно аптечка минимальная для собаки. Кроме того, в стартовый набор для щенка может входить вот такая штука. Клетка, кеннел или вольер. Конечно же, по желанию. Если все уходят на работу, щенок остается дома один. Чтобы он ничего не погрыз, чтобы он себя самого не повредил, не поранил, чтобы ничего дома не убил, его можно закрыть. Я считаю, что клетки и всякие вот такие штуки, это не очень гуманно. Все-таки щенку там тесно и скучно. Понятное дело, большую часть дня он будет в ней спать, пока вас нет. Я бы выбирала не клетку, не кеннел, а все-таки вольер. Чтобы щенок не травмировался, чтобы обезопасить дом и самого щенка, можно выбрать какой-нибудь вольер. Вольеры также очень удобны для того, чтобы приучать собаку к туалету, к миске и к своему месту. Понятное дело, что аксессуаров очень много. Конечно же, вы также можете выбрать сразу и кеннел, или вот такую вот клеточку, да, если вы куда-то собираетесь ездить и возить щенка. Вы можете сразу выбрать какую-то сумку-переноску, если вы собираетесь постоянно куда-то ходить с щенком. Но сейчас мы в наш стандартный минимум не берем. Ну что ж, мы выбрали стартовый набор для щенка. Давайте рассмотрим, что у меня в корзине еще раз. Мы выбрали две вот таких вот металлических миски, в принципе, удобных по бюджету. Конечно, вы можете выбрать и дороже, если вас не устраивает этот вариант. Я выбрала вот такой вот домик и с расчетом на будущее. Конечно, можно и в пределах 500 рублей найти что-то. Дальше я взяла ошейник вот такой вот, поводок и рулетку. Эта рулетка подойдет нам и на будущее, она до 20 килограмм, 5 метров. Я сомневаюсь, что с ней что-то случится. Поводок и ошейник, кстати, тоже могут нам прослужить очень долго. У ошейника размер увеличивается до 46 сантиметров. Ну и поводок, в принципе, по нормальной цене, конечно, вы можете найти и дороже, и дешевле. Пеленки я выбрала самые дешевые по моему подсчету. Обязательно я взяла как терез, он тоже на будущее, поэтому на него не жалко потратиться. Шампунь, который концентрированный, его все равно придется разбавлять. Плюс я взяла хорошего качества, можно, конечно, найти гораздо дешевле шампунь. Также я взяла вот такую простую натуральную щетку с щетиной. 335 рублей вы можете найти и дешевле. Плюс вам нужны, возможно, будут другие средства по уходу за шерстью. Обязательно беру мячик. Из вот погрызушек я бы подумала, какую из вот этих хосточек выбрать, но все-таки зеленую. Вот такую вот игрушку с пищалкой я бы тоже взяла. Канатик обязательно взяла бы. Посмотрим, что у нас получилось. Сейчас у нас получилось 6668 рублей на щенка, 14 штук товаров. Здесь все самое необходимое, самое полезное и хорошей ценовой категории, при этом неплохого качества. Мне очень часто задают вопросы о том, что купить для собаки, когда купить, что нужно, что лучше и так далее. Поэтому мы решили сделать вам предложение. Если вы хотите, чтобы мы делали обзоры не только того, что мы купили сами, но и как сегодня в интернет-магазине, или обзор зоомагазина, или обзор какого-то конкретного товара, то пишите в комментариях, о какой марке, об амуниции или о лежанках, о чем бы вы хотели, чтобы мы сделали обзор или тест-драйв, или какого интернет-магазина. И Васик мерзнет в кондиционере, да, мерзнет в кондиционере. Про то, какое имя из всех предложенных вами мы выбрали для новой игрушки Эйвена и Софи в зайке, вы увидите в последующих видео. Так что смотрите наше видео, любите своих собак и будет вам счастье. Софи, между прочим, когда мы жили в Таиланде, там было жарко, а тут в России холодно. А если не холодно, то в кондиционере холодно. Эйвен, что ты ворчишь, как старый дед? Я не старый дед, просто говорю, что в кондиционере бывает холодно. Эйвен, да ты один всегда мерзнешь. Просто когда мне было жарко, мама включила кондиционер. Эйвен, у тебя даже морщины на шее, как у старого дедушки. Скажи, мам. Ну, Софиша. Ну, а че, так и есть? Нет, я не старый дедушка Софи. Дедушка Софи, ведешь себя, как дедушка Ворчуна. Они так говорят. Я, 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 я не. Бррр. Ладно, попроси маму выключить кондиционер. Да. И, для тебя, дедушки Ворчуна. Я вот сам могу попросить без тебя, между прочим. Дедуля. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.